Спасибо, что все вы пришли. Сегодня мы будем проходить весенние дизайны, но эти весенние дизайны, первые дизайны, которые я вам сейчас буду показывать, они основаны на гелевой основе, причем мы будем совмещать не только цветные гели, мы будем за основу брать ежевый гель. Он очень хорошо камуфлирует, имеет светло-бежевый оттенок. Также мы будем совмещать его с блестками и перекроем, подготовим ноготь к бежевым гелям. Первый дизайн мы выполним весеннее, которое называется яблоневый цвет или ветка сакуры. Для основы мы взяли прозрачный гель и будем использовать микс, состоящий из конфетти и блесток. Такие миксы очень хорошо использовать для основы дизайна, потому что достаточно плотно ложится и получается как будто слюдой покрыт ноготь. Для того, чтобы более ровно ложился микс, смочим палец водой и просто на влажный гель, не высохший, будем наносить. Почему пальцем? Потому что, например, если вы будете наносить кистью, у вас немножко будет неровная основа и тяжело потом будет перекрывать. Когда ноготь перекрыл, сразу убираем излишки с боковых сторон. Прихлапываем немного те блестки, которые у нас немного возвышаются над поверхностью ногти. Поверхность ногти у нас готова. Евгений, можно сейчас свет? Причем, хочу отметить, знаете, в чем преимущество вот этих микс тонов применения. Если вы будете применять просто конфетти, да, неважно там какого оно размера, ромбики, кругляшки, квадратики, да, Фактуру вот эту, вот эти угловатые, будет видно. Перемешивание с блестками, да, микс тона, они имеют более ровную и они более нежно смотрятся. То есть при этом видно, что это фольга, но боковые стороны достаточно хорошо перекрыты. Для следующего дизайна мы возьмем, мы подготовили основу из бежевого геля и возьмем бортовый полиш гель, выкладываем вид френча, но не обязательно френч должен быть у вас ровным, так как на него мы будем накладывать дизайн. Следующий дизайн также мы подготавливаем и возьмем за основу черный цвет. Для этого линию улыбки мы выложим диагонально и немного рассушуем к свободному краю. Микс тона у нас уже просушился, поэтому мы перекрываем его прозрачным гелем. Из-за того, что мы работали, таптывали микс тона пальцем, да, вы видите, что гель очень ровно ложится, да, и блестки не попадают у нас в банку, что зачастую очень часто бывает у мастеров при работе либо с блестками, либо с пылью, да, когда за кистью тянется все это и попадает в баночку. Для этого дизайна мы возьмем обычные стандартные сердца, ну и мы их немного в дизайне обыграем. Выкладываем сердечки в виде цветов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 основа цветов наших готова поэтому добавляем зеленый цвет и будем выполнять листья не стоит злоупотреблять желтым цветом так как если вы будете добавлять много желтого дизайн ваш не будет листья не будут видны на розовом фоне основа у нас готова можно проработать где-то ветки более тонкой кистью номер 2 на основе веток где они начинаются можно добавить толщины если вы считаете что например цветы ваши достаточно бледные данных на розовом фоне можно добавить каких-то акцентов белой краской внутри цветов поставим желтые точки которые будут имитировать пыльцу весенний дизайн готов и в начале этого дизайна в начале этого дизайна я вам сказала что можно дорисовать иероглифы сейчас я на этом дизайне дорисую иероглифы когда вы рисуете иероглифы линии должны быть не тонкие и дизайн наш уже уже из яблонево цвета превратился ветку сакуры сейчас наш дизайн немного подсохнет и мы перекроем его а Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 также можно закончить френч который мы нечетко прорисовали пока подсыхает этот дизайн теперь у нас уже высох яблоневый цвет мы его перекрываем за счет основы которая выполнена у нас розовым миксом наш дизайн имеет трехмерность видно Евгений и за счет розовой основы вы можете обратить внимание у нас создается эффект как будто бы мы прорисовали всего несколько цветов за счет основы из микса такое впечатление как будто это большое дерево и на заднем фоне также у нас присутствуют цветы но мы их не прорисовывали «Музыка» 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 мы применяли самые простые сердечки но они очень эффектно смотрятся и очень дорого смотрятся потому что эти сердца имеют когда перекрывается гелем я просто не буду тратить время сейчас покажу вам готовый дизайн они имеют эффект как будто бы стразы внутри но вы знаете что если стразы поместить под гель они теряют грани и получается себестоимость работы у вас намного дороже сердца намного так скажем дешевле будет но не менее эффективнее для тех кто не видел с чего начинался этот дизайн очень трудно догадаться что такие дешевые сердца которые не очень любят мастера использовать потому что они в каждом косметическом ларечке они очень эффектно смотрятся может немножко подальше потому что чуть-чуть у меня взяты сердца серебряные можно было взять золото хамелеон если вы хотите если ваш клиент любит более бледно можно было взять перламутровые нежно-розовые нежно-белые тоже бы очень красиво не потерялись нет можно было же сделать например если белый фон можно было взять розовые сердца розовым прорисовать и например обыграть тонкими красными линиями рекомендую перекрывать дизайн с блестками там где в первую очередь нет блесток для того чтобы у вас блестки не тянулись по всему я вам покажу я вам покажу выполнение из акрила для этого мы возьмем мономер Рене быстрый и медленно отвердеваемый будем использовать кисточки можно использовать для этого дизайна 4 либо 6 возьмем с коллекции Б розовый перламутровый сиреневый перламутровый черный с коллекции А мы возьмем белый начнем выполнение растушевки с розового цвета растушевываем розовый цвет затем берем сиреневый растушевываем как вниз так и вверх чтобы растушевка у вас хорошо легла надо очень легкими движениями достаточно быстро тем более вот эти перламутровые они очень хорошо растушевываются и получается очень аккуратная растушевка вот видите переход цвета очень аккуратно и ровно ноготь даже можно оставлять без опила затем возьмем черный цвет черным цветом надо работать очень аккуратно и достаточно быстро нет медленно работаем растушевки моделирование ногтей выполняется чаще всего шлифом медленным мономером черной ногой снимаем дисперсионную пленку шлифуем 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 убираем пыль этот дизайн достаточно прост но он очень эффектно смотрится для этого возьмем черную покраску и белую берем черный цвет черный цвет очерчиваем линию френча Я рисую волны. 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 Для того, чтобы дизайн наш, выполненный черной краской, не терялся, делаем подформувку белая аппокраска. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Видите, за счет микс-тонов, которые мы использовали в начале, я хочу обратить внимание, черный, бирюзовый и белый, он очень эффектно смотрится, причем он достаточно простой в исполнении. У нас есть готовый выполненный дизайн, мы добавили еще немного страз. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...